Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Место жительства школа. В селе Карамуренщицкого района директор местной школы превратила учебное заведение в собственный дом, приватизировав половину здания. 750 выпускников караганды получили двойки и не прошли пороговый уровень на едином национальном тестировании. В Караганде прошла спартакиада среди врачей. Обо всем по порядку. Место жительства школа. В селе Карамуренщицкого района директор местной школы превратила учебное заведение в собственный дом, приватизировав половину здания. По ее словам, на это она пошла вынуждена, но занятия не отменяла. Сельские дети получают знания, правда, пока в тесноте, учатся в тесных кабинетах в две смены. А кто-то и вовсе грызет гранит науки прямо в коридорах. Местная одноэтажная школа ранее относилась к железнодорожному управлению сортировки. Спустя годы его отдали на баланс в районный отдел образования Шецка. Тогда же бразды правления зданием взяла в свои руки Камша Цулейменова и приватизировала его. С тех пор так и существует. Семья директора бок о бок с учениками. В один день здесь обучаются четыре класса, а дошкольникам даже этого не досталось. Они последние годы занимаются в коридоре, который оборудовали партами и доской. Ситуация настолько надоела родителям малышей, что они решили поднять этот вопрос о присвоении половины школы директора. Мне мои внуки рассказывают, что в школе холодно, в туалет они ходят на улицу. Малыши и вовсе учатся в коридоре. Но где это видано? Ведь есть же школа. Почему она должна жить в тепле, а дети ютятся в холоде? А у директора школы Камша Цулейменовой на этот счет своя правда. Вот это здание, часть сельской школы, она во время перестройки 90-е годы сохранила от мародерства. Переехать сюда с семьей было тогда единственным выходом. С тех пор потратила немало денег на ремонт и содержание жилья. При этом, если понадобится, они намерены освободить здание безвозмездно. Муж мой, естественно, все это не может мимо ушей пропустить, потому что он и мама, он должен говорить, замечания делать, сделал замечания. Давайте прекратим этот разговор. Говорить, есть же другие темы, много тем. Вот и вот он начал скандалить. Ты почему в политику резишь? Я тебя выгоню с этой школы, построю здесь девятилетку. А Аким Краснополянского сельского округа, но Шултан Токушев на своем рабочем месте не оказался. Данную ситуацию прокомментировал по телефону. По его словам, никакой проблемы в том, что дети учатся в коридоре нет. И вообще, там скоро начнется ремонт. Мы в этом году выделили 2 миллиона 340 тысяч деньги, согласно с МЭТой. Мы строим модульную котельную, ставим котлы с длительным горением. И вот им говорили, там письменно было указано, что дети занимаются в коридоре. Вот там сделаем пластиковую перегородку. Ну, будет нормальная класс, комната будет. Таким образом, по словам Акима, школьники будут обеспечены знаниями и нормальными условиями уже к первому сентябрю этого года. Аймам Ренажа Суламокулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. 750 выпускников Караганды получили двойки и не прошли пороговый уровень на едином национальном тестировании. Сегодня в областном управлении образования региона озвучили итоги главного экзамена уходящего года. Продолжит Николай Гравец. Буквально вчера завершилось ЕНТ по всем школам города. Его сдавали почти 5000 выпускников. Главный экзамен, по словам начальника управления образования Карагандинской области, прошел на достойном уровне. Средний балл по итогам тестирования составил почти 80%. 108 выпускников станут обладателями медалей Алтенбелгэ. Двоечников по сравнению с прошлым годом гораздо меньше. По двойкам самый низкий результат по области набрал 27 баллов выпускник 5-й школы города Караганды. По самому высокому баллу тоже результаты имеются. 123 балла набрали три выпускника нашей школы нашей области. Это один выпускник лицея номер 2 города Караганды и два выпускника из города Джисказгана. Самые высокие баллы на едином тестировании набрали учащийся школу номер 93 по 103 балла. Школа Дарын по 114. Самые слабые учебные заведения в области работают в Каражале. Здесь ученики, к сожалению, мало себя проявили. Впрочем, не все так печально. Те, кто получил двойки, еще могут поступить в ВУЗы. Для этого отстающим нужно сдать хорошо творческие экзамены по таким специальностям, как физическая культура, дизайн и журналистика. В этом году отделом образования области были увеличены гранты технического и профессионального образования. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Полицейские из Карагандинской области разыскивают педофила, который изнасиловал 10-летнюю девочку. Ученица 5 класса возвращалась домой и попалась в руки маньяка. В городе Шахтинск неизвестный мужчина надругался над школьницей. Пострадавшая девочка была в гостях у тети, когда ей позвонила мать и попросила принести ключи от квартиры. По дороге около пустыря ее встретил неизвестный мужчина. Буквально среди бела дня увел испуганного ребенка в укромное место и надругался над ним. О случившемся школьница рассказала своей родственнице, которая сразу обратилась в полицию. По факту изнасилования несовершеннолетнего в городе Шахтинск Карагандинской области проводится досудебное расследование. В розыске преступника задействован весь личный состав Шахтинского РОВД, а также лучшие сотрудники управления криминальной полицией ДВД Карагандинской области. Напомним, что подобные случаи в области не первый. В апреле в Караганде был задержан 32-летний мужчина, который нападал на школьниц в разных районах города. Он следил за девочками и представлялся врачом. Полицейские Караганды призывают взрослых не отпускать на далекие расстояния своих детей. Привемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. А в Караганде пьяный водитель мопеда врезался в столб. К счастью, отделался лишь открытым переломом ноги. Наезд на бетонное сооружение горе-мотоциклист водитель совершил прямо напротив Департамента внутренних дел. Это картина мопеда, на котором было совершено дорожно-транспортное происшествие. 44-летний водитель Руслан Перри не справился с управлением. Пострадавший ехал на небольшой скорости и совершил наезд на стол. Это случилось на дороге напротив ДВД. Сам водитель, будучи не в трезвом состоянии, от наших камер скрылся в машине кареты скорой помощи. Его отвезли в клинику имени профессора Макожанова. Состояние удовлетворительно. Поступил он с травмой на дорожно-транспортное происшествие. Он сел за руль мотоцикла. Там вроде была ему помеха, какая-то машина посигналила. Видимо, испугался. Классика – вещь упрямая и трудная для постановки. В Карагандинском государственном драматическом театре имени Станиславского премьера. Для сценического исследования была взята комедия Шекспира «Двенадцатая ночь». Наш корреспондент Сергей Высокосов оценил усилия труппы поведать о неменяющихся, на первый взгляд, человеческих отношениях. Премьера – это всегда праздник. Заходят последние зрители. За сценой последней сверки с ролью пожелания ни пуха ни пера. А зал в предвкушении зрелища. Каким оно будет, пока не знает никто. Это первая проверка работы большого коллектива во главе с режиссером-постановщиком из Краснодара Еленой Журавлевой. Она считает, что «Двенадцатая ночь» Шекспира – жизнеутверждающая пьеса, наполненная светом и праздником бытия. В этом театре давно шел разговор о том, чтобы поставить Шекспира и поставить именно на молодую труппу, потому что на Шекспире можно хорошо поучиться молодым, понять драматургию, понять, что такое Шекспир, что такое любовь, что такое дружба. И все это можно проявить в чувствах и в актерской игре. На сцене персонажи, которые были придуманы гением драматургии Уильямом Шекспиром в 1601 году. И до сих пор пьеса «Двенадцатая ночь» вызывает восхищение и смех публики. Сложность этой работы в том, что есть множество прочтений этой пьесы мастерами мирового класса. До сих пор в памяти экранизации «Двенадцатой ночи» с такими актерами, как Клара Лучко, Василий Меркурьев, Михаил Яншин, Георгий Витцин, Бруно Фрейнлих. В спектакле нашего театра ставка на молодых актеров. Условность сценического решения позволяет вовлечь зрителя в атмосферу творческой игры. Мизансцены выдвигаются прямо в зрительный зал. Кабы говоря, вы такие же актеры, как и вы. Играйте с нами. Есть такое понятие в актерской среде – это роль на сопротивление. Это когда человеку не свойственен характер, не свойственны повадки, не свойственны какие-то манеры. И тебе приходится играть такого человека, в смысле антипода себя. Есть борьба внутренняя между собой и своим персонажем, но если ты находишь какой-то компромисс и у тебя получается что-то, то я думаю, что это дорогого стоит. Шекспир – неутомимый выдумщик. Он не боится откровенного шутовства и фарса, которые соседствуют с глубокими чувствами. Так что зрителю есть когда и посмеяться над героями, и призадуматься над их душевными коллизиями. Истинный театрал найдет в спектакле «Отклик» в своей душе. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде прошла спартакиада среди врачей. Медики со всех районов доказали, что они могут не только лечить, но и сами находятся в отличной физической форме. Все подробности в следующем сюжете. Традиционная спартакиада среди врачей собрала около трех тысяч специалистов из разных городов и районов области. Каждый год спартакиаду проводят в преддверии профессионального праздника – День медика. Потому каждый старается не подвести команду и не ударить в грязь лицом. И в такой неформальной обстановке проходит общение, обмен мнением не только по своему профессиональному направлению, но и по обыденным житейским вопросам простым. И мои коллеги непосредственно на своем примере показывают, что такое здоровый образ жизни. Этой спартакиаде уже 13 лет и с каждым годом количество ее участников увеличивается. Есть здесь и старожилы, которые соревнуются с 2002 года. Да, да, да. Вот сколько лет проходит, столько лет мы участвуем в этой спартакиаде областной. Но вот каково это? Сколько лет участвовать? Ну, это, знаете, очень приятно, потому что мы занимаем призовые места в Бухаржавский район. Врачи играли в футбол, волейбол, демонстрировали свою силу в легкоатлетическом беге, настольном теннисе. Вышли три победителя. Первое место заняла областная сборная врачей Сарая Арка, второе – сборная Стимиртау. Последняя, третья, но тоже почетная, взяла команда Караганды «Орлан». Победители получили спортивные кубки, награждены грамотами и призами. Амина Смакова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В Караганде прошли автогонки. Первый этап кубка «Мальтийский крест». Изнуряющая жара не помешала любителям экстремальной езды помериться силами своих железных коней. Победителю достался главный приз от спонсора «Антифриз». Николай Кровец расскажет подробно. Максим Удалов, как организатор соревнований, перед началом старта проверяет территорию на своем авто. Все для того, чтобы гонка под названием «Мальтийский крест» запомнилась надолго. Основное задание для участников – нужно выполнить фигурное вождение вокруг пяти конусов, не задев их как можно быстрее. Тогда заберешь главный приз – кубок «Антифриза» от спонсора. Раньше в СССР при сдаче каких-то нормативов по времени можно было получить мастера спорта при выполнении данной фигуры. Но сейчас, учитывая уровень машин, за такое не дают уже. Поэтому просто очень зрелищное, красивое соревнование. Автогонки «Мальтийский крест» организаторы привезли из Павлодара. Там недавно проходили подобные соревнования. Зрелище было настолько захватывающим, что и карагандинские рыцари на железных конях не смогли устоять перед удовольствием, показать себя. К тому же это довольно малозатратно. Автомобили здесь представлены разные, как немецкого, так и японского производства. Больше десяти участников вступят в борьбу за первое место. Среди них – Дмитрий Давиденко, который приехал не только за победой, но и для того, чтобы погонять на большой скорости, пообщаться с людьми и просто поднять себе настроение. И машина у него – что надо для настоящего гонщика. Владею я этим автомобилем уже 10 лет, с 2005 года. Я его купил, много о нем читал, интересовался. И до сих пор он мне нравится, я его не разлюбил, он мне не надоел. Наоборот, я каждый раз сажусь, как в новую машину. Участники, занявшие призовые места, получили кубки и дипломы. Ну а самое главное, что останется в памяти у гонщиков – это воспоминания о сегодняшнем дне. Следующие автогонки в Караганде пройдут лишь только в сентябре. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова